В России ждут рост цен на бензин. За последнюю неделю оптовая цена на АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекордную стоимость за тонну. Эксперты говорят, сегодняшний скачок логичен. Сейчас с нами в студии Анастасия Дороган. Настя, здравствуй. Привет. Ну ты знаешь, я автомобилист, и для меня вот эта тема особенно болезненная, что ли. Когда этот самый скачок произойдет, будет ли он заметен простым автомобилистам и насколько он будет высок? Надеюсь, что этого скачка мы вовсе не заметим, но для начала объясню, что вообще происходит. За прошлую неделю на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установили три исторических максимума. Рост цены за тонну бензина остановился на цифре 58 445. Все это следствие дефицита. С началом пандемии нефтеперерабатывающие заводы стали производить меньше, и активной жизни в июне никто не ожидал. Спрос превысил предложение, и цены поползли вверх. Чтобы запустить заводы на прежнюю мощность, нужно время, поясняют эксперты. Юрий Матвейко, президент Алтайского топливного союза, говорит, что это самый тяжелый кризис 2011 года. Сейчас самые высокие цены, но и по ним купить не всегда возможно. И бьет кризис в первую очередь по частным компаниям. В ряде территорий АЗС уже просто остановились. Торгуют только дизельным топливом, но еще немного 92-м бензином. Самый большой дефицит, это, конечно, 95-й бензин. Поэтому, в принципе, к концу июля, может быть, это все и устаканится. Но, опять же, будет все зависеть от того, как нефтяные компании будут отпускать топливо в частном АЗС. Это вот самая первая их добрая воля. И, соответственно, работа регуляторов. На наш взгляд, она сегодня не в полной мере соответствует поставленным задачам, которые есть перед Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службы. Судя по статистике, даже за такой короткий промежуток цены в Алтайском крае выросли. Правда, подчеркивает Матвейко, пока они все равно меньше, чем в январе. И, тем не менее, движение вверх есть. А вот паникующих нет. И отказываться от поездок на машине никто не собирается. Так как откажешься? Ну, работа есть работа. Жизнь-то продолжается. Я знаю, что падает нефть, а бензин дорожает. Все стабильно, как в России. Пассажир и перевозчик Олег Бесчастный, владелец нескольких маршрутов, признался, что внимательно следит за ситуацией. Закупать топливо про запас не выйдет, просто нет денег. Но и бежать впереди паровоза, как выразился Бесчастный, он не собирается. Когда топливо подорожает, он просчитает убытки и тогда будет думать, что делать. Напомню, что уже четвертый месяц компании по перевозке пассажиров работают по расписанию выходного дня. Без поддержки, наверное, какой-то государственной или без выходности нам поднятия проезда, наверное, нам не обойтись. Просто не обойтись мы не сможем. Мы сейчас-то работаем в убыток, а если еще и вырастет цена на ГСМ, то вообще это будут прям явные убытки. Повышать тариф, по мнению пассажиропереводчиков, нужно быстроразмерную росту топливной цены на 2-3 рубля. Цепочку зависимых от стоимости бензина продолжает экономист Степан Межов. Если автомобилисты не откажутся от поездок, экономить они начнут на других сферах медицины, образования и продуктах. Подорожание последних ощутит большинство жителей. Практика показывает, что где-то увеличение цен на 2-3% на бензин приводит к 1% росту цен на продукты. Но, как правило, это продукты именно первой необходимости, как, к несчастью, хлеб, курица, соль. Тут надо смотреть еще по урожаю, поскольку те продукты, которые более-менее имеются в запасе, они не так сильно подорожают, как те, которые зависят от периода. И если за месяц нефтеперерабатывающие заводы не запустят во всю мощь, то, полагают эксперты, рост точно будет, но не такой уж и большой. Он не должен превысить размеры инфляции, то есть 3-4%.